Медиагруппа «Авангард» представляет Расскажите, пожалуйста, как изменился ландшафт киберугроз в связи с массовой удаленкой и как Центр мониторинга кибербезопасности Сбербанка на это отреагировал? Злоумышленники активно используют новостную повестку. С начала года в мире и в России наблюдается активный рост тем мошенничества, связанных с пандемией, с предложением лекарств, средств защиты. Мы с самого начала предполагали развитие сюжета, подобные темы мониторим, анализируем новые схемы мошенничества, новые поводы для мошенничества. В этом и заключается проактивность защиты, предполагать дальнейшие действия злоумышленников и уделять усиленное внимание новым появляющимся угрозам. Алексей, очень интересно, Сбербанк и в целом Сбер – это огромная компания с сотнями тысяч сотрудников. Как на самих сотрудников Сбера и всей экосистемы повлияла вот эта пандемия и массовый переход на удаленку? У нас, как бы, наши приоритеты – это безопасность сотрудников, безопасность наших клиентов и продолжение работы, потому что в безопасность наших клиентов вкладывается и вопрос продолжения работы нашей компании. Соответственно, с первого, еще до того момента, как было объявлено ограничение по пандемии, мы прорабатывали в рамках штаба антикризисного вопросы, связанные с переводом на удаленку, как это сделать безопасно с точки зрения процесса, с точки зрения, и это первый приоритет клиентских данных. Все эти меры были своевременно выполнены, что позволило нам в упреждающем режиме переводить сотрудников на удаленную работу, оставив критические функции, зарезервировав их внутри. Из интересных наблюдений можно ответить, что в целом, как средства мониторинга, так и средства предотвращения были в защитной степени готовы к тому, чтобы обеспечить работу компании в удаленном режиме. И в целом мы видим, что мы можем даже после окончания пандемии в некоторой части продолжить работу в удаленном режиме. При этом, безусловно, сам вызов, связанный с пандемией, во многом касался, конечно, необходимости ограничить и минимизировать физическое общение, что накладывает дополнительные требования, дополнительные потребности в части регулирования того, как происходит, например, идентификация при выдаче электронной подписи, при открытии счета, так и вопросов, связанных с контролем сотрудников и более четким и аккуратным отношением к тому, к чему сотрудник может иметь доступ, к контролю, мониторингу и своевременному реагированию. Алексей, ну, наверное, и последний вопрос. Сбер, по крайней мере, в последние несколько лет, все, что он делает внутри и делает хорошо, и у него получается, он старается транслировать дальше уже своим заказчикам. Планирует ли Сбербанк или, может быть, Бизон, как ваша компания, ваша экосистема, транслировать полученный опыт в своих заказчиков? Мы, безусловно, видим потребность и необходимость развития компетенций как специалистов по безопасности, так и IT и бизнес-руководителей, так и просто клиентов банка с точки зрения вопросов безопасности, вопросов цифровой гигиены, киберугроз и осведомленности об угрозах. Безусловно, мы эту работу ведем, причем эта работа достаточно комплексная и ведется по многим направлениям. Это и обучение, это и инструменты, интегрированные, например, Сбербанк онлайн по повышению осведомленности об угрозах, это и работа с нашими партнерами, с нашими поставщиками с точки зрения предъявления минимальных требований по безопасности и вовлечения их в развитие собственной кибербезопасности, повышения общей защищенности цепочки поставок и системы Сбербанк в целом. Сбербанк Сбербанк